Народ, всем привет! Сегодня на канале я опять же буду проходить историю Алекса Хантера в Фивке 17. Вот такой вот у нас сегодня будет выпуск. Опять же, интересненький, очень обожаю эту игру. Скорее, просто нет сил уже сдержаться, скорее перейти к 18. Так что давайте будем помогать лайками в продвижении этого видео. Так, а сегодня у нас ждет, сегодня нас ждет вот такое вот интересное событие. Игра против Челси. Челси у нас в гостях. Я думаю, это стоит отметить эту игру. Она сегодня будет одна из самых важных. Ну, Челси, конечно, на шестом месте, но ничего страшного. Тоттенхэм, Монсити там вижу, Арсенал. Ну и давайте поиграем, погнали! Играем за Хантера. Руни у нас сзади, капитан. Прикрывает наш тыл. Неплохо. Поехали. Ну и вот очередной выход на поле. Настоящий футбол из самого сердца футбольной Европы. Английская премьер-лига на ваших экранах. Это очень крутой матч, я думаю, сегодня был. Челси передать вам мы, Константин Генич и Георгий Чердамский. Челси и Манчестер Юнайтов настолько хорошо знакомы, что в любой момент смогут сорваться. Такие игры нередко получаются результативными, поэтому смотрите в оба. Такое специфическое отношение друг к другу делает матчи между Юнайт и Челси особенным. Победа в такой игре, конечно, не решает судьбу чемпионства, но здорово поднимает настроение одной из команд. Показывают нам Алекса. Вроде в неплохой форме, даже немножко пытается улыбнуться. Одна из, наверное, важнейших для него сегодня игр будет. Интересно, кто в составе Челси сегодня представлен на матч? Выглядит более 100 лет. Но все-таки справедливости ради, Георгий, надо отметить, что несколько раз этот стадион реконструировал. В частности, в чемпионатах Европы 1996 года. Но после последних реконструкций действительно стадион выглядит суперсовременно. Высокий какой у них вратарь на воротах стоит, голкипер. Очень сложно, я думаю, будет мне заколотить. Мишо, Сморин, также Марсиаль, Сергей на воротах, Валенсия, Байли, Харик, Питариан, Руни, Антер, Вильян, Де Коста, Диего Коста, Хазард. Ммм, не плохой сустав. Я тут вижу уже по надписям на футболках. Рефери для сегодняшнего матча Андрея Иванович. Спасибо, Ольжи. Ну, посмотрим, что получится на этот раз. Так, разыгрывать будут опять же хозяева. Андрея Марина сегодня будет главным судьей, судьей этого матча. И который даст нам сейчас стартовый свисток. Погнали. Первый удар по мячу и игра началась. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Пошел, пошел, пошел Хантер. Навесик. Эх, не получилось. Сейчас обороняется, соперник будет подавать угловой. Уже шанс хотя бы был неплохой. Создали момент у ворот соперника. И заработали также угловой. Сейчас бы нам опять выбежать туда вперед, чтобы пас попросить. У нас лучше получается, чтобы навеса не было. А потом самим уже навесить. Не получилось. Выносит в центр поле мяч. Азард. Ну да, здесь уже посерьезнее команда смотрится. Кто будет выносить? Люк Шоу. Антонио Борис. Валентия. Ух ты, Руни. Шикарно. Как он такой момент-то упустил. Один на один практически с вратарем. Зачем издалека лупить? Ну, удар был мощнейший, как из пушки зарядил. Да что такое? Спасает он свою команду. Хорошо, атака развивается. Сейчас мы сделаем навесик. Навес. Давай, давай. Марсель, навес. Мхитарян. Ух, как Мхитарян пробивал. Мяч у Ванчестера. Тоже неплохо. Эх, если бы не, блин, не защитник. Иванович спасает свои ворота. Вот сейчас получил его. Есть поддержка партнера. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. Навес не получился. Защитник сыграл. Потеряли мы в этот раз. А кто бежит? Азарт. Диего Коста. Звездный состав сегодня у Челси. Фабригас. Матис. Диего Коста. Потеряю здесь не мяч. Что нам идет, конечно же, на пользу. Шнедерлин. Антони Марсиаль, Шлюкшов, Карик. Генрик Мхитарян. Ай. Попросил не вовремя. Видимо, этот мяч. Сейчас нужно как-то забирать его. Постараться вернуть. Получается. Фабригас. Пас Фабригаса, переход. Шоу. Бали. По центру, наверное, будет. Антони Марсиаль. Навес на Алексе Хантера. Эх, не получилось. Эден Азарт. Микки. Давай, 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 руни отбирай. Эх, не получилось. Опять же. Иванович. Смотрим. Гарри Кехил. Бронислав Иванович. Все верно. Края надо чаще задействовать. Не получилось. Хотел он сместить акцент атаки, но соперник перехватил мяч. Давайте, вперед выходим. Морган Шнайдерлин. Плохо сыграно. Мяч потерял. Ну, это не моя вина же. Он пнул никуда, куда нужно. Морган Шнайдерлин. Морган Шнайдерлин. Атака остановлена, но кто получит мяч? Лондонскому клубу Челси сегодня следует сосредоточиться. Предстоит сыграть соперником своего уровня. Исход матча на данный момент предсказать невероятно сложно, но я надеюсь, что сегодня мы станем свидетелями невероятного футбольного спектакля. Отличный пас в разрез. Шнайдер. А, не на ту ногу мяч лег. Этот футболист, если и служил в армии, то точно не в артиллерии. Да, Георгий, промахи действительно бывают разные. Чаще всего, и даже можно объяснить... Немножко соскользнул. Это мой удар получился вот таким вот. Ну и техника, наверное, тоже. Виллиан, травмирован оказался у нас. Виллиан. Теряет, но у них мяч остается. Ага, еще одна очередная потеря. Опять же, мяч в них. Надо виллиан, отбили, а надо бить просто, чтобы он точно выпал. Времени добавлено, три минуты. Так, свисток, обозначающий конец первого тайма. Ага. Это уже поинтересней. 0-0. Руни, Хантер, были такие моменты у них. Так, ну и переходим сразу же ко второму тайму, который разыгрывать уже будут гости. Было довольно скучно в первом тайме. Мало ударов, мало игры как таковой. Может быть, закончили бы они уже, да разошлись по дому. Какой закончили? Я поставил наверх в этом матче, а они пока вообще к воротам не подходят. Потерял он мяч, но кому он достанется? Пошел, пошел. Вот ворот. Здесь жестко, конечно, на Хантере сыграли. Пришлось даже немного ему прокатиться. Тоже голкипер-нелюбитель выносить мяч подальше от ворот. Джон Оби Миккель. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Сесар Аспиликуэд. Джон Оби Миккель. Замену сейчас тренер-хозяев проведет. Да, игрок готов уже выйти на поле. Может получиться интересная атака. Хантер, и как пробел? Оффсайд. Оборона расположилась очень грамотно. На грани офсайда действовал игрок и все-таки попался в лову. Да. Успел заскочить в офсайд. Карик уходит с поля. Выходит поле Погба, я так думаю, да. Заслуженная замена. Хороший пас в Афлан. Облигас. Бронислав Иванович. Могло бы получиться... Ай-яй-яй, потерял, потерял. Матич. Попекаем. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры с мячом. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Успеет ли Хантер? Успел. Грамотный пас. Все подел. Прекрасный передач. Куртуа, кулаком подальше. Куртуа, красиво. Видит партнеры мягонько головой скидывает. Зачем назад? Ужасный удар. Ужасный удар. Как, в принципе, и Хантер. Около... Чуть больше 20 минут остается. До конца. Будем реализовывать моменты. Хотя бы на стандарт выкатывать мячи. Основное время истекает через 20 минут. А, и тут же теряет. Посмотрим, кто покинет поле. Фабригас и Суле. Пока неплохо. Катает мяч перед... Ну-ну-ну-ну. Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот мяч. Мяч вышел за пределы поля, и Челси будет вбрасываться. Опасная игра началась у наших ворот. Свежий игрок выходит на поле у манчика. Алекс Хантер покидает поле. Ибрагимович Златан выходит. Это не радует. Джон Оби Миккель покидает поле. Выходит Оскар. Челси. Как так-то? Сегодня, видимо, Хантер не лучшую игру показывал. Раз его удаляют с поля. Нет. Смотрим, смотрим. Однозначно смотрим остаток матча. Челси начинает атаку. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Диего Коста. Тут защитник без привлечения спасает свою команду. Очень четко сыграл. Мянович. Назад. Мянович. Тут может что-то получиться. Фабригас теряет Фабригас мяч. Марсель, Люкшоу. Коль Погба. Вперед, Махитаряна. Давай. Давай, давай, давай. Пошли с Ибрагимовичем вперед. Шнайдерли. Хороший владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Плохо, Мата. Ибрагимович попал в сайт. Отличная была возможность для результативной атаки, но арбитр поднял флажок и зафиксировал положение. А, нет, это Руни во в сайт попал. Не Руни, Мата. На Руни же уже нет на поле. Очень издалека похуже. Это Коста. На Смолина. Опа. Ториан. Чего-то не торопится вперед выйти. Ибрагимович. Да. Лучше бы мы были вместо Златана на поле. Ух ты. Он накручивает соперников одного за другим. Диего Коста. Не точно. Можно выдохнуть. Даже на скамейке запасных игроки напряглись. В том числе и Хантер. Опасно было. Диего Коста пробил. Ну, наверное, я думаю, это уже конец сейчас будет. Финальный свисток ждем. Наверное, последует незамедлительно. Да. Все, матч окончен. Не сумели команды сегодня отличиться. Ничья 0-0. 0-0. Одна из команд практически весь матч владела мячом, но не сумела выиграть. Константин, что скажешь? Ну, владение мячом это еще не гарантия успеха. Все-таки надо реализовывать свои моменты, но тут еще и... Моментов было множество, но почему-то реализация сегодня подвела нашу команду. Да. Плохо провели мы сегодняшний матч. Наверное, сейчас мы стартового состава чуть-чуть отодвинемся. Бонусов никаких. За стартовый состав, кстати, получили бонус. Но не более. Пока все вроде на норме остается. Удары, кстати, увеличились у нас на одну единичку. Что, конечно же, радует. И общие показатели также чуть-чуть прибавились. Так, ну и поехали далее. Ага, далее нас ждет уже матч с Норвичем. Это, я так понимаю, видимо, наверное, кубковый какой-то матч. Манчестер Юнайтед против Норвича. Да, это полуфинал. Ммм, неужели мы заслужили полуфинальчик? Так, поехали. Очень значимый для нас этот матч, как бы. Норвич, да, на одну звезду послабее. На улице Ясна, в Эмблис, Тарион. У нас в гостях Норвич будет. Кубковая игра. То, чего именно ждал так Хантер. Обе команды решительно настроены выиграть сегодня и продолжим борьбу за Кубок Англии в финале. Исход матча на данный момент непредсказуем, потому что это финал. Но, надеюсь, сегодня мы станем звенителями хорошего футбола. И этот футбол нас нервит чёрно. Сегодня матчестер Юнайтед встречается с Норвичем. Блин. Красиво. Что сказать? Видим Хантера на своих экранах. Сегодня, я думаю, у него наладится игра. Надеюсь на это. Сегодня у меня получится немножко получше сыграть. Когда речь идёт о больших проектах, чем-то приходится жертвовать. И вот в частности, когда перестраивали у Эмбли, пожертвовали двумя башнями-близнецами, которые десятилетиями были символом старого Уэмбли. Но, знаешь, вот эта новая инженерная архитектурная фишка, огромная дуга, такая арка у Эмбли, я думаю, что через 10, 20, 30 лет станет таким же символом. Получается, мы играем не у себя дома, на каком-то нейтральном стадионе. Матчестер против Норвича. Поехали. Обе команды решительно настроены выиграть сегодня и продолжить борьбу за Кубок Англии уже в финале. Потрясающая атмосфера на стадионе. И я абсолютно уверен, что сегодня мы увидим великолепную игру обеих команд. Да, не получается на вес. И кто первым успеет к этому мячу? Не стал давать свисток арбитр, прочитал ситуацию в пользу пострадавших. Уэйн Руни. Ух ты, как Хантер здесь потерял. Ушел мяч за боковой, Манчестер Юнайтед в Брасе. Морган Шнедерлен. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Уэйн Руни с мячом. Ай-яй-яй, не получилось. О-зэ. Юсуф Мулумбу. Да, здесь получилось не очень хорошим образом все. Братарь, что ты делаешь? Ну нельзя же так. Защитник подальше, отворот выносит. Свисток штрафной. Штрафной, ага, в пользу. В пользу команды. Норвич. Хотел сказать, гостей. Мы, видимо, на стадионе играем на нейтральном, поэтому здесь нет гостей. Хозяев. Неплохо. Руни. Ах, отличный пас был. Вот стандартик заработали. Хотя лучше было на Хантера, конечно, отдал там. Пустой вообще, практически полворот пусто было. Можно было смело заколотить. Руни посчитал. Сыграть единолично. Конвенция. Кэрик. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Великолепная игра в пас. Руни бьет. Ух ты. И справляется вратарь с этим ударом. А то не Марсиаль. И у Марсиаль здесь ничего не получается. Опять угловой. Дай мне. Пас фланга. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Прекрасный навес. Ах, ну тут в руки прямо Рубий. Шикарно. И этот гол выводит команду вперед. Ну наконец-то. Ну что сказать. Голище. Ну, после такой передачи промахнуться было бы преступлением даже с моей стороны. Согласен. И с моей тоже. Ведь и разыграно-то было идеально. Мертвый мяч для толки. Повтор гола нам показывает. Да, отличный навес и великолепный удар. Да, неплохо мы в этой ситуации. Ревнулись. 28-ая минута. Гол Уэйна Руни. Кстати, с голевого паса именно от Алекса Хантера. 1-0. Сейчас будет веселее. Это уже поинтереснее, я вам скажу. Контроль мяча у них очень плохой. Так что... Так что, наверное, пробуем забирать. Майкл Кэрринг. Это может быть опасно. Хантер. Нужно бить поворотом. Пенальти. Пенальти. Неужели Хантер зарабатывает пенальти? Еще и красную карточку. Да. Но это уже, наверное, полный провал для команды Норвича. Теперь им не светит ничего уж точно. Одного игрока меньше становится в их команде. Очень грубый подкат. Игры в мяче близко не было. Ну, здесь у арбитра не было никакого... Да, это неудачный был ракурс. Жалко, что пробивает не Хантер. Ну, я надеюсь, Руни не подведет. Гол. Он обязан был забивать в фенальте. Голкин как даже не шевельнулся в этой ситуации. Красота! Еще на один шаг мы становимся ближе к пупку Ангел. Реализованный пенальти. Хороший гул. Одиннадцатиметровый уверенно реализованный. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой. Да, вратарь, конечно, у них так себе. С реакцией у него небольшая проблемка. Че-2-0 укрепила команда свое преимущество. Че-2-0 укрепила команда свое преимущество. Хантер, он накручивает соперников одного за другим. Майкл Кэррик. Ох. Кэррик, ну как в такой ситуации-то? Так надеялся на него. Кэррик, ну как в этой ситуации-то? Шнедерленд. Судья добавляет 3 минуты. Идет в атаку Хантер. Бить можно и забивает! Руни. Третий. И это его третий гол. Хет-3 он оформляет сегодня. И так это его третий мяч. И опять же все совместно с Хантером. Просто шикарно у нас. Пара сыгранная. Нашей команде Руни и Хантер. Как трик. Шапки в пол. Команда сегодня забивает ногу. Уже 3-0 счет и матч еще не закончен. Да, но здесь учитывая то, что в команде соперника на одного игрока меньше в данный момент. Конец первого тайма. А счет на табло как бы говорит о том, что мы уже знаем победителя этого полуфинала. Согласен. Ждется потрудиться. Ну, если только в какой-то степени. Если у них закружится голова, то падение будет очень громким и неприятным. Я все-таки надеюсь, тренер знает, как настроить футболистов на второй тайм. Очень сложно им будет хотя бы один гол забить. Поехали. 3-0 второй тайм. Да, как раз все дело проходит в полуфинале. Не срослось. В атаке и заслуживает отдельного упоминания. Отличный матч проводит форвард. Посмотрите, сколько ударов он нанес. На графике все замечательно видно. Уже забил неоднократно. Такое не каждый день случается. Антони Марсиаль. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Замена в Манчестере. Поль Покба выходит вместо Карика. И замена также в команде Норвича. Контроль мяча у них очень и очень плохой в этой команде. Антонио в Валенсии. Покба. Это замена по позиции. Вне игры Аликс Камбер Массейн. Опять Аликс Оффсайд залез. Да что такое это? Все, Руни уходит. Поле. Он матомец от него выходит. Руни покидает поле. Сегодня, наверное, лучшим игроком. Главным героем матча. Его результат нам, конечно же, будет очень сложно перебить. Морган Шнедерлен. Тут может что-то получиться. Он свечом и продолжает накручивать одного за другим соперником. Позна. Пошли последние полчаса игры. Потерял он мяч, но кому он достанется? Бей, 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 бей. Круто было сыграно. Поль, видимо, вообще выскочил в нужный, в нужный самый момент. Но, к сожалению, не попал по воротам. Морган Шнедерлен. Мяч перешел к другой команде. Антони Марсиэн. Это может быть опасно. Да как так-то не получается у Хантера сегодня мяч контролировать? Очень плохо сегодня. Ложится он ему на ногу. Да, мы видим, что он еще в выдохсе. Очень часто использую ускорение. Продолжится через фланг. Клозер. Генрих Мхитарян. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Здорово перемещаются игроки. Чувствуют друг друга сыгранность. Отлично. Да, разыгрывают мяч. Просто шикарно. Видна работа в тренировочном процессе. И здорово играет в защите. Терпеливо ждут они своего шанса. Мяч уходит от Хантера. Мяна опять же в команде. Норвич. Девять и пять. Ну, неплохой результат, конечно, но не совсем то, что нужно. Хотелось бы десяточку хотя бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Хантер, Хантер, Хантер. Великолепный пас. Надо забивать. Гол. Вот тебе и раз автогол. Вот это опять Хантер поучаствовал. Во всех четырех голах сегодня принимал участие Хантер, конечно же. Понятно, что ошибка курьезная. Понятно, что случайная. Но ведь это и говорит о потере концентрации. Да, крайне неприятный момент. Скоро нет, но нельзя раскисать. Надо идти вперед и исправлять свою жажду. Джон Руди. Забивает гол в собственные ворота. Думаю, с таким вратарем нужно будет попрощаться в скором времени к команде соперников. Замена у них, кстати. И у нас также замена. Тармиан выходит вместо Валенсии. Дером вместо Ла Ферти. Чудовищный по своей нелепости мяч можно только дружелюбно потерпеть. Да, слов нет точно. Дурака ожидалось, а особых проблем сегодня хозяева не испытали. Да, очень комфортная, я бы даже сказал, уютная игра для хозяев поля. Ну это не хозяева же. Мы же не играем не вся на поле. Астрономно сыграно хороший пас. Или все-таки у себя. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. А оставляет защитника в дураках. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мячах? Куан Матер. Какая техника? Как он обращается с мячом? В итоге... Отличный удар! Выбор в игру вратарь, все под контролем. Ждем подачу от углового... Штрафное в исполнении футболистов Манчестера Юнайтед. Как это футболистов Манчестера? Ворот, подача. Право чуть-чуть дикторит. Стивен Нейсмин. После такого единоборства... Штрафный удар времени уже совсем в обрез. Хантер тяжело поднимается с газона. Все, финальный шлисток. Хантер хлопает. Поздравляет своих болельщиков. Также команду. Впереди финал. Да, и поэтому пока радость достаточно сдержанная. Но ведь выиграли же. Думаю, можно поздравить их с заслуженным результатом. Ну и главный герой матча. Руни. Пять ударов и гола. Ну, он сегодня оформил хитрик. Так что по-любому герой. А учитывая, что команда выиграла, герой в квадрате. Да, это что-то. Манчестер идет вперед. Вот так вот. А там побеждает во втором матче. Побеждает команда Ливерпуля. Главный наш соперник в данной игре. Манчестер и Ливерпуль, видимо, встретятся в финале Кубка Англии. Вот так вот. Бонусов. К сожалению, не получаем. Хотя, неплохо участвовали во всех голевых моментах. Наконец-то возвращаемся к стартовому составу до самого конца. Так сказать. Ну и все пока шикарно идет. Показатели улучшились. Общие. Тоже радуют. Ну и вот так вот. Ладно, ребятки. Полуфинал завершился в нашу пользу. Полуфинал Кубка Англии. Мы сыграли с Норвичем. 4-0 счет. Это шикарно. И поэтому мы Как бы На ступень уже Приблизились к самому кубку И нас в скором времени уже ждет Видимо финальная игра Ну а на этом я сегодня с вами прощаюсь До скорой встречи мои дорогие Выпуск такой вот получился немножко Интересненький Ну и все, пока-пока